Новости Компания Dekra опубликовала рейтинг самых надежных поддержанных авто. Лучшим во всех классах признан Mercedes-Benz E-Class. В топ рейтинга попали также Audi Q5 и Mercedes-Benz GLK. В гольф-классе самыми надежными оказались Toyota Prius и Mazda 3. Алистер Мафат из Великобритании попал в книгу рекордов Гиннеса после того, как на гоночной трассе Брукланд запарковал свой мини-купер между двумя другими машинами. Расстояние между соседними автомобилями составило в общей сложности 34 сантиметра. Британец двигался на автомобиле задним ходом с высокой скоростью, после чего резко повернул руль, совершил разворот и припарковался. Главный редактор книги рекордов Гиннеса Крейг Клейндей, который был очевидцем события, сказал, что рекорды параллельных парковок всегда оспариваются. Но Мафат смог продемонстрировать мастерство и точность. Польский епископат опубликовал открытое письмо, в котором назвал антисемитизм грехом. В обращении духовенство призывает поляков относиться к евреям как к старшим братьям. Кроме того, представители польской церкви признали, что к геноциду евреев на территории Польши в годы войны некоторые христиане относились безразлично, и что если бы евреи и христиане поддерживали религиозный диалог в прошлом, больше бы евреев получили помощь и поддержку от христиан. Кроме того, польские священники подчеркивают, что к религиозному диалогу христиан и иудеев нельзя относиться как к хобби, он должен стать частью ежедневной пастырской работы. Радиовектор поздравляет всех наших именинников. И в рубрике «День в истории» мы расскажем вам, кто из великих людей родился в этот день, а также какие важные события празднуются в мире сегодня. 26 декабря в 1687 году родился Иоганн Георг Пизендель, выдающийся скрипачий композитор, оказавший влияние на творчество Иоганна Себастьяна Баха. В 1838 году родился Клемент Свинклер, немецкий химик, открывший химический элемент Германии. В этот день в 1863 году родился Шарль Патте, французский предприниматель, основатель кинокомпании Патте. 26 декабря Ирландия отмечает День Святого Стефана, ЮАР – День Свободной Воли, а Болгария – День Отца. На этом я с вами прощаюсь. Эти и другие новости вы сможете найти на канале YouTube, а также в популярных социальных сетях. У микрофона был Анри Юлиан. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok